На повестке дня нового состава комиссии общественной палаты Ульяновской области по ЖКХ строительству и благоустройству первым стал вопрос выполнения ремонта Ленинского мемориала. Напомним, на эти цели выделены средства из федерального бюджета. Как они расходуются и насколько качественно выполняются работы, проконтролировали члены общественной палаты. В осмотре также приняли участие представители Министерства строительства и архитектуры подрядных организаций. В этом году у нас, вы видите, что уже мы приступили к фактически монтажу новой системы подвесной по мраморной плитке, которая позволит, во-первых, сделать совершенно нормативный влагообмен, что не было предусмотрено 50 лет назад. Дополнительная система будет утепление, ну и плюс новая система подвески, это вентилируемый так называемый фасад. Ремонтно-реставрационные работы фасада подразумевают замену порядка 10 тысяч квадратных метров мраморной плитки. В настоящий момент выполняются работы и по замене витражей. Демонтировано более половины существующих и выставлено 20% новых. Представители палаты интересовало всё, в том числе и как будут работать инженерные системы, как будет вентилироваться и отапливаться здание. Всё оборудование для этих целей располагается в подвальной части мемцентра. На сегодня старое оборудование там уже демонтировано, а новые отопительные приборы и чиллеры ждут момента, когда их установят. Подвальные помещения готовятся под их монтаж, там идёт ремонт. В маш-зале номер 2 уже почти выполнены чистовые полы. В маш-зале номер 1 заканчивается полностью демонтаж и уже ведётся отделка стен. Ещё другие помещения, в которых располагаются насосные, тепловые узлы и так далее, они тоже почти 100% готовы. Одновременно на объекте ведутся кровельные работы. Крыша полностью отреставрирована над Большим залом. Сейчас ведётся ремонт кровли над Торжественным залом, а завершить в целом все намеченные работы на тот объём финансирования, который выделен, подрядная организация планирует к концу 2021 года. В конце осмотра здания председатель комиссии общественной палаты озвучил предварительные итоги. Первое. Ни один рабочий в процессе производства работ коронавирусом не заболел. Здесь обеспечена строгая система защиты, прислушивается ко всем рекомендациям, их исполняют. Второе. У них проблемы по выплате заработной платы нет. Заказчик своевременно финансирует поведенные работы, которые позволяют на сегодняшний день прилетать материалы должного качества. Как подчеркнул Вячеслав Ярош, все проблемные вопросы, которые поднимались во время осмотра объекта, будут зафиксированы в рекомендациях и переданы адресату. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ.